В настоящее время в стране ведётся активная работа по созданию национальной системы ограничений выбросов и внутренней торговли квотовыми на выбросы парниковых газов. С января 2013 года введена в действие статья 94-2 Экологического кодекса, которая запрещает природопользователям осуществление деятельности без получения квот на выбросы парниковых газов. Как известно, национальный план распределения квот формировался без верификации данных предприятий по выбросам парниковых газов. На сегодняшний день в проект национального плана включено 178 предприятий. За базовый год взят уровень выбросов СО2 2010 года. В то же время за последние три года отмечался рост экономики. В этой связи для предприятий, включенных в национальный план, за период 2010-2013 года рост выбросов парниковых газов составил порядка 15 миллионов тонн СО2, более 10%. Сложилась ситуация на текущий момент такова, что вероятен такой вариант развития событий, при котором природопользователи будут платить штрафные санкции по итогам 2013 года в размере 10 МРП за тонну СО2, что составит более 270 миллиардов тенге. Вариантами покрытия превышения выбросов парниковых газов для природопользователей является либо покупка квот на внешнем рынке, что пока невозможно, также покупка на внутреннем рынке, который находится в стадии развития. На стадии организации торговой площадки и механизмы функционирования рынка, принципы распределения резервов квот, порядок организации проведения торгов, стартовая цена углеродных единиц на внутреннем рынке. В силах этих причин существует вероятность, что штрафные санкции будут уплачиваться. Кроме того, штрафные санкции также будут вынуждены платить предприятиям, которые вводят новые установки в текущем году. Новые установки, как правило, эффективнее находящейся в эксплуатации, однако Экологический кодекс не гарантирует получение бесплатного объема квот на новые установки и предполагает продажу квот из резерва. Стоимость и необходимый объем покупки квот на настоящий момент в стадии определения. Кроме того, работы, связанные с подготовкой документации для получения квот, верификации документации, инвентаризации, создания систем мониторинга выбросов, потребовали от предприятий в 2013 году значительных трудовых, временных и материальных затрат. В дополнение к этому им необходимо будет предусмотреть финансовые средства на приобретение дополнительных квот и оплату биржевых услуг. Также остаются вопросы, некоторые открыты по бухгалтерскому учету, наглобложению и ценообразованию. Для этого сегодня необходимо время. Применение штрафных санкций окажет существенное влияние на энергетическую и нефтегазовую отрасль. Это неименуемо скажется на себестоимости продукции, тарифах на теплоэлектроэнергию и, как следствие, приведет к снижению конкурентоспособности продукции предприятий Казахстана, особенно в рамках Таможенного союза. В данной ситуации особо уязвимой является энергетическая отрасль. Энергетика, как фундаментальная отрасль экономики, влияет не только на темпы производства, но и на социальную стабильность в стране. Анализ, проведенный среди членов Ассоциации, подтверждает повсеместное превышение установленного объема квот на выбросы парниковых газов. Такое превышение абсолютно обосновано, поскольку объемы квот формировались на уровне 2010 года. По оценкам Самрук Энерго, общий размер инвестиций в развитие производства за период 2013-2015 годов составит 2,4 миллиарда долларов. При этом размер штрафных санкций будет составлять за этот период порядка 4 миллиардов долларов. Также Амбыльское крест уже исчерпало квоты текущего года, а санкции национального значения ГРС-1 и ГРС-2 исчерпают их до октября текущего года. По избежанию уплаты штрафных санкций операторы энергоустановок ставят перед Самрук Энерго вопросы о дальнейшей работе. Рост объемов выбросов парниковых газов в нефтегазовой отрасли в 2013 году по сравнению с 2010-м превысит 4 миллиона тонн СО2. За период 2010-2012 года по отрасли объемы добычи газа выросли на 7,2%, объемы добычи нефти в целом на уровне сохранились, переработка выросла на 3,78%. В 2013 году ожидается ввод в эксплуатацию месторождений Кашаган, ввод новых установок на месторождение Тенгиз, незначительное увеличение добычи на месторождении Карачаганак. Учитывая вышеперечисленное, на период формирования внутреннего углеродного рынка необходимо снизить риски влияния ограничений выбросов парниковых газов на темпы экономического роста и энергетической безопасности страны. В этой связи применение штрафных санкций предприятиям, начиная в соответствии со статьей 243-1 Кодекса Республики Казахстана административных правонарушений, считаем преждевременным. Данный вопрос также обсуждался на конференции в парламенте Республики Казахстан в ноябре прошлого года, также на экологическом форуме, организованном компанией «Шеврон» и Ассоциацией «Казэнержит» в мае 2013 года. С учетом вышеизложенного мы поддерживаем предложение Министерства охраны окружающей среды о переносе сроков применения штрафных санкций и о размере штрафных санкций. Спасибо за внимание.